МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Меня зовут Катя Морозова. Это Аркадий Майлян, и мы работаем на радио. Че это вы тут делаете? Спросит пытливый зритель. Не переживайте, сейчас все объясним. Просто мы написали письмо Деду Морозу, в котором описали, как сильно мы хотим попасть в телевизор. И вот наше желание сбылось. Если вдруг кто-то до сих пор не понял, вы смотрите новогодний выпуск новостей. Как иркутяне будут отмечать Новый год? Что нового ждать в 2023 году? И каким был 2022-й, узнаем в сегодняшней программе. Более подробно о темах выпуска прямо сейчас. Предпраздничная суета охватила Иркутск. Жители города закупаются продуктами, подарками и другими атрибутами самого яркого праздника. Через минуту узнаете все детали подготовки наших земляков к Новому году. Где Новый год, там и перевоплощение. Каково это быть актером на празднике, общаться с юными зрителями и убедить их в реальности сказочного персонажа? Расскажу сегодня я, любопытная Варвара. Проявили любопытство и узнали, какие мечты в этом году исполнились у иркутян. Как подросток организовал собственную выставку картин, кто стал писателем. И почему иногда стоит изменить свою жизнь. Обо всем подробнее поговорим в выпуске. В выпуске будем искать самые нарядные окна в Иркутске. В рейд по ночному городу отправимся с профессиональным фотографом. Что нам удастся отыскать, покажем в программе. 25 метров, 42 игрушки, 400 лампочек, ну и примерно 17 ограждений. А звезда? Двухметровая. 1 ноября 2022 года начали наряжать новогоднюю красавицу в сквере имени Кирова. А уже 1 декабря состоялось торжественное открытие. Ангара, шаман камень, цифры 20-23. Конечно же, Дед Мороз, Снегурочка и снеговик-почтальон. Самый настоящий ледовый городок вырос вокруг новогодней красавицы. А вот ледяной горки снова не будет. Ну, знаете ли, берите коньки и шуруйте на каток. Надо сказать, их целых 30 штук. И это только по официальным данным. Но в конце концов можете взять ведро воды, выйти во двор, плеснуть себе под ноги. И вот, пожалуйста, собственноручно готовый каток. Знаете, Екатерина, мне кажется, это называется создание травмоопасной ситуации во дворе. Нет, папаша, это называется предновогодняя суета. И знаете, так совпало, что именно об этом наш сюжет. Чем ближе Новый год, тем меньше свободного времени у жителей Иркутска. Одни спешно закупают все необходимое для того, чтобы отметить главный праздник. Ну, а другие работают для того, чтобы у нас с вами за столом, да и вообще в квартире было все необходимое. Вот и получается, что в преддверии Нового года ни у кого нет свободной минутки. Еще бы, ведь нужно успеть купить и подарки, и елку, и продукты. К сервировке новогоднего стола жители столицы Прибайкалия относятся с особой ответственностью. Делают ставку на самое вкусное и любимое. А те, кому не хватает времени на готовку или просто не нравится стоять у плиты, выбирают другой путь. Заказывают уже готовые праздничные блюда. Так, кстати, поступает каждый пятый житель страны. Иркутяне не исключение. В магазинах и ресторанах заранее выбирают, чем будут радовать себя в новогоднюю ночь. Оливье, селедка под шубой, также горячая. Это идет у нас утка, фаршированная щука. Все самое простое. За начало недели, ну, заказы в 15-20 точно уже есть. То есть, чем дальше, тем лучше. Мы этому очень рады. Ничуть не меньше работы у сотрудников магазинов, где продают сувениры. Праздничная упаковка подарков не менее востребована. Эту коробку обернули в красочную бумагу всего 10 минут назад. И вот-вот за ней придет хозяин. На очереди другая партия презентов. Хорошо, что бумагой и бантиками закупились впрок. Хватит на всех. Вообще, стоит отметить, что жители Иркутска все чаще в предновогоднем шопинге выбирают не какие-то отдельные магазины, а торговые центры. Ну, потому что это очень удобно. Ведь в одном отделе можно купить подарок, а в другом его упаковать. Ты сэкономил время. Может быть, ты не сэкономил в деньгах. Но самое главное в предновогодней суете – это свободные минуты. Их зато с лихвой тратят иркутяне на выбор елки. Разглядывают ее со всех сторон, уточняют детали и даже спорят с продавцами. Сторговаться тоже пытаются. Возможность сэкономить хоть немного – тоже своего рода подарок к Новому году. Тем более, что цены на живые ели немаленькие – от 500 до 2500 рублей. Искусственные – еще дороже. Отсюда в том числе и извечный спор – какое же дерево лучше брать. В этом году у меня дочери подарили настоящую елочку. И мы поставили настоящую. Мы всегда выбираем искусственную елку. Потому что она более экологичная, на мой взгляд. И не наносит вреда природе. Чуть ли не больше всех в преддверии Нового года суетятся Деды Морозы. Они успевают и на хоккей сходить, и установить елку на 7-метровой глубине Байкала. И вместе с внучкой Снегурочкой тысячи детей поздравить. Чтобы все успеть, главное не торопиться никуда. Не спешить распланировать свой день грамотно. И тогда все получится. Снегурочка, конечно, помогает. Снегурочка ведет и графики, и бухгалтерию подбивает. Без помощницы Снегурочки, конечно, никуда. Но даже если в предновогодней суете вы что-то забыли, в этом нет ничего страшного. Ведь не так уж и важно, что именно на столе и под елкой. А главное, чтобы рядом были самые близкие и родные люди. Данил Седов, Василий Заводский, Владимир Пинаев. Новости по будням. Вот скажи мне, Аркаш, без чего невозможен Новый год? Ну, знаешь, сразу вспоминаются какие-то сказочные атрибуты этого праздника. Подарки, елка, в конце концов, селедка под шубой. У моей мамы она точно сказочная. А какой Новый год без Дедушки Мороза? Никакой. С дедом тоже все просто. Надел старенький тулуп, отрастил бороду и все. Раздавай подарки, радуй детей. Да он что ты? Дед, дед, может быть я хочу быть Снегурочкой? Ну или Снежинкой. Вот тут, Екатерина, все немножечко сложнее. Но, с другой стороны, всегда можно обратиться к профессионалам. Как работают аниматоры, расскажет наш специальный новогодний корреспондент. Когда ждать в гости чудо, как не в Новый год? Ведь это отличная возможность встретиться с любимыми зимними персонажами практически для любого ребенка. Дедом Морозом и Снегурочкой. Но насколько сложно самому актеру перевоплощения в своего персонажа так, чтобы ребенок ему поверил? За этим мы обратились к профессионалам, специалистам из Иркутского тюза. И на себе проверим, сложно ли стать героем сказки. Первый этап перевоплощения – грим. Мне рисуют простой, но яркий вариант, чтобы он привлекал внимание детей. Хотя актерам часто приходится создавать куда более сложные образы. Театральная краска на лице ощущается как что-то немного липкое. Поэтому я боюсь ее размазать. Далее – костюм. Пиджак мне проблем не доставляет. Зато со шляпой не так просто. Выбиваются волосы. Но это все мелочи. Инструктаж пройден, задачи поставлены. И теперь я не Дарья Эйвазова, а любопытная Варвара – репортер сказочного телевидения. И моя задача – поговорить с участниками сегодняшнего представления, а также с юными зрителями. И убедить их в том, что мой персонаж вполне реален и часть постановки. Я оказалась вроде бы в весьма комфортной для себя игровой ситуации. Раз я в жизни тележурналист, то мне предложили сыграть сказочного репортера. Но на практике реализовать задуманное уже сложнее. Любая оговорка может испортить образ. А работаю я, что называется, в прямом эфире. Перезапись невозможна. И раз я Варвара, то я собираю те новости, которые были бы интересны сказочным персонажам. А еще провожу новогоднее расследование. Выясняю, верят ли в чудо взрослые и дети. А письмо писали? Да. А что вы будете писать? Что хочу лыженьки. Лыженьки? Как думаешь, будет цель? Ну, не знаю. Думаю, что да. Я, получается, учитель музыки. У меня начальная школа и пятый класс. Конечно, мы верим, потому что я все время превращаюсь то в фею музыки, то в сказочную какую-нибудь королеву. Сейчас кому-то, возможно, кажется, что я просто хожу в толпе. Но на самом деле я словно аниматор развлекаю зрителей. А еще помогаю им получить видеопоздравления от других сказочных персонажей. Мушкетеров, принцесс, снегурочки. С помощью современных технологий. Заметила, что далеко не все дети знают, кто такая любопытная Варвара. Зато им не надо объяснять, что такое QR-код. Магия интернета немножечко запаздывает, да? Да. Но самая волнительная часть перевоплощения меня ждет в зрительном зале. Здесь наша съемочная группа станет частью реального спектакля. Причем премьерного. В сценарии нас не было, на репетициях тоже. Поэтому импровизировать на глазах у всего зала буду не только я, но и артисты. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. А что это у вас такое? А у нас сказочная телевидение. А вы расскажите, что это вы, знаете, такое подразумительное делаете? Я его украла, украла зайца. А зачем вы зайца-то украли? Потому что Новый год, пора чудес. А мне счастье нужно, а зайца – счастье. В центре внимания всего зала я находилась всего минуту. Но за эту минуту я перенервничала сильнее, чем за все время работы на телевидении. Радует, что мой персонаж развеселил маленьких зрителей наравне с другими профессиональными героями. Вот и закончился наш небольшой эксперимент. Было сложно, было страшно. Я боялась, что дети меня не узнают и не поймут, что часть представления. Но, слава богу, все прошло гладко. Некоторые даже пытались поучаствовать в моем образе и оторвать мне нос, как любопытной Варваре. Я поняла, что работа актера – это труд, который позволяет нам сохранить веру ребенка в чудо. И за это им большое спасибо. Любопытная Варвара, Павел Рютин. Новости по быдням. А еще хочу – автомобиль «Лада Веста». Баклажановый. Спасибо, Дедушка Мороз. Испокон веков люди пишут письма Дедушке Морозу. Мы не остались в стороне и тоже написали письмецо. И вот мы в телевизионном эфире. Да, второе я дописал прямо здесь, в студии. Единственное, переживаю, не обнаглел ли я и выполнит ли Дед Мороз мой второй запрос. И ежели Дедушка Мороз не захочет выполнять ваши желания, то можно ту самую карту желаний нарисовать и ежедневно, из года в год рассматривать ее. Возможно, что-то исполнится. Еще один плюс – не обязательно ждать Нового года. Рисовать карту желаний можно хоть весной, хоть летом. И желания будут сбываться круглогодично. И у нас есть неопровержимые доказательства. Три-четыре. Мечты сбываются. Вот эта вот собака. Она очень сложная была в исполнении, когда я рисовал. Цвета не сочетались. Сейчас о сложностях юный художник Иван Вишневский рассказывает в прошедшем времени. Главный проект этого года состоялся. У 15-летнего мальчика открылась персональная выставка картин. К событию он готовился 7 лет. Работ за это время было много. В месяц он создает около 4-х картин. И особенно трудно было отобрать 30 лучших из них для показа. На помощь пришли родители. Папа мне рассказывал, что бабушка, прабабушка рисует. И вот, видимо, от нее у меня пошло, что я люблю рисовать. Вот сейчас, на данный момент, мне очень нравится животных рисовать. Ну, а раньше на чермах-то и любил. Работает даже во время интервью. Еще с одной нашей героиней мы встречаемся в книжном магазине. Это место выбрано не случайно. Светлана Бурдинская много лет работала в журналистике. Но в этом году женщина поняла, что этой сферы ей стало мало. И в 2022 году стала писателем. В начале января она получит на руки свой первый роман. Он выйдет тиражом в 3000 экземпляров. Я на самом деле всегда к ней стремилась, к этой профессии. Я всегда писала. Нет ни дня, чтобы я не писала. Пусть это заметка или пост в соцсетях, или какое-нибудь стихотворение и такое прочее. Да, писательство – это то, чем я хочу заниматься. Забот стало больше в этом году у Марины Горбуновой. Но это ей только в радость. У девушки теперь живет сразу пять котов. Два из них стали членами ее семьи в этом году. В частности, кошка Мариса. Шансов на пристрой у нее было мало. У хвоста-то серьезные проблемы со здоровьем. Но любовь и особый уход творит чудеса. Я за ней почти год наблюдала и все понять не могла. Ну, почему ее не забирают? Ну, как бы знала, что проблемы были. Не думала, что настолько все прям ужасно, чтобы ее не брали. И как-то год наблюдали, наблюдали. И в какой-то момент уже решила, что, ну, видимо, ждет, может, меня. Ну, какая-то малая помощь. Попытка сделать мир добрее. Просто если, ну, иногда вот так задумываешься, если не ты, если ты придешь мимо, то кто поможет? Такие истории помогают понять, что чудо возможно. Но важно не только верить в это, но и не забывать самому двигаться к намеченной цели. И тогда все ваши мечты, как и у наших героев, обязательно сбудутся. Анастасия Смирнова, Василий Заводский, Павел Рутин, Владимир Пинаев. Новости по будням. И прямо сейчас, друзья, вас ждет самый важный и одновременно серьезный сюжет нашей программы. Абсолютно верно. Просьба убрать мандарины подальше, отложить в сторону салатик оливье и, возможно, даже выключить елку. Прямо сейчас о законодательных новшествах 2023 года. Смотрим. Новый год – это всего лишь очередная страница в нашей жизни. Но мы всегда возлагаем добрые надежды на грядущие 365 дней. Ждем каких-то положительных изменений или даже чудо. Чудом, возможно, назовут многие иркутяне открытие Суворовского училища. Ведь в зданиях бывшего ИВИУ, которые 10 лет простояли в аварийном состоянии, должен зазвучать звонкий голос кадетов уже 1 сентября 2023 года. Сейчас на объекте завершается первый этап работ. Еще одна долгожданная стройка Прибайкалья – новая детская областная больница. Ее начнут возводить в конце следующего года. Семиэтажный корпус с высоты птичьего полета будет напоминать две улыбки. И это будут не просто новые стены, а новые технологии лечения маленьких пациентов. Преображаться в следующем году будут улицы городов и поселков Иркутской области. Благоустройство пройдет в 187 муниципалитетах. Там появятся новые скверы, парки, игровые и спортивные площадки. Строится будет и новое жилье. Приобрести его будет проще семьям. В стране в 2023 году продлят льготную ипотеку. Огромный прорыв произойдет в российской космонавтике. Впервые с 1976 года на Луну приземлится отечественная станция. Ее запуск запланирован на июль грядущего года. Аппарат уже готов. Готовы в стране и решать проблемы кадрового голода в здравоохранении. С 1 января медики начнут получать дополнительные выплаты. Это коснется тех, кто работает в районных больницах, первичном звене здравоохранения, скорой медпомощи. Помогать детям с редкими заболеваниями станут больше. На это направят дополнительно еще 21 миллиард рублей. Добрых изменений хочется ожидать и после очередных выборов. В 2023 году крупных региональных и местных компаний будет много. Голосовать будут примерно 53,5 миллиона человек. Это половина от числа всех избирателей страны. И будем надеяться, что те, кто выиграет на выборах, будут делать все, чтобы в жизни городов и районов происходило как можно больше позитивных изменений. Юлия Шенкарюк, новости по будням. И вновь хочется сказать, как красив город Иркутск, особенно в новогоднее время. И хотя так говорит абсолютно любой житель абсолютно любого города, но мы-то честны, нам можно верить. И отдельно хочется сказать спасибо, обнять и даже поцеловать тех людей, которые к Новому году украшают свои окна. А давай помечтаем. Закрывай глаза. Идешь ты, значит, по снежному Иркутску, холодно, ты немного азиап, пар изо рта. И раз, ты поворачиваешь голову в одно окно, и там вот-вот зажегся свет. И тетя Ирочка рисует какие-то загогулины на своих окнах. Красота. Красота. И вкусил этой красоты наш специальный корреспондент. Повезло ему. Да. Вот такие зимние бабочки в животе у снеговика в преддверии Нового года. Кто-то установил фигуру прямо у себя на балконе. И мимо этой инсталляции не смог пройти фотограф Кирилл Шипицын. Он специально решил прогуляться по Иркутску в поисках оригинальных праздничных украшений. Окон, фасадов, балконов. Вместе с ним в необычный рейд отправились и мы. Таких балконов практически нету в Иркутске. Местные жители в солнечном сделали снеговика, снежинки на балконе. Все красиво, ярко переливается у местных жителей, праздничное настроение. А как дела обстоят с новогодним настроением в центре Иркутска? Украшают квартиры или окна так или иначе многие горожане. Но только единицы делают в честь праздника ярче облик зданий областного центра. Среди таких Дарья Старожук. Девушка работает декоратором и сегодня колдует над фасадом дома на улице Карла Маркса в самом сердце Иркутска. Мало того, что работает на морозе, так еще и в потемках и на высоте. Ну что сказать, настоящий фанат своего дела. Нам очень нравится, в принципе, заниматься декором. Здесь, видите, у нас всякие бусы, шары, ягоды. Занимает это, на самом деле, очень много времени, но стоит того, чтобы было красиво. Все-таки хочется праздника, поэтому кто-то решается потратить свой бюджет на это. Ну и, в принципе, праздничное настроение хочется создать себе и людям. Однозначно, такие шедевры декорирования отправляются в золотую копилку фотографий Кирилла. Только за первый час прогулки по Иркутску удалось сделать больше полусотни снимков. Вот они, герои нашего города, которые создают праздничную атмосферу. Спасибо вам большое за вашу работу. В общем и целом, новогодние наряды окон и дверей в Иркутске пестрят разнообразием. Как говорится, кто во что гораст. У кого в окне синий снегопад, у кого любимые городские места, кто-то вон опоясал вход еловой ветвью. Какая чудесная входная группа. А у кого-то пушистые зеленые лапы над головой. Получается, каждый себя может почувствовать новогодним подарком. Крыша красиво горит, огоньки повесили, получается. Сами наряжали? Новогоднее настроение. Ну, как бы, да, тут это все вместе коллективом наряжали, красиво все это смотрится, выглядит. Вот таким оказался взгляд профессионального фотографа на новогоднее творчество иркутян, которые украсили свои дома, балконы и окна. И это как раз тот случай, когда заглядываться на наряды не только разрешается, но и всем рекомендуется. Олег Федоров, Василий Заводский, новости по будням. Я календарь переверну. И снова 31 декабря и ведущий радиошансон в телевизионном эфире. И знаете, Аркаша, с такими песнями мы здесь в первый и последний раз. Давайте что-то новогоднее. Ну, давайте и новогоднее попробуем. Сжимайте АМ. Расскажи, Снегурочка, где была? Ну, пеня не ваш конек, будем честными. Зато конек Анны Соколовой изображать из себя Снегурочку и давать прогнозы на Новый год. Под бой курантов каждому так хочется узнать, а что же произойдет в Новом году. Тогда ловите прогноз на 2023 год от внучки Дедушки Мороза. Если мечтаете встретить свою любовь, то год водяного кролика будет очень благоприятным. Чаще посещайте кафе, катки, фитнес-центры, гуляйте по паркам и скверам, и вы обязательно найдете вторую половинку. Для тех, кто грезит о новой квартире или доме, все в ваших лапках, точнее руках. Помните, пушистый символ Нового года будет способствовать тому, чтобы у вас всегда водились деньжата. А может, вам хочется больше путешествовать? И здесь непоседок ролик будет на вашей стороне. Пакуйте чемоданы и не опаздывайте в аэропорт. Самолет ждать не будет. И еще 2023 год подарит море улыбок, удачи, здоровья и отличного настроения. С наступающим, друзья! Желаю вам под Новый год веселья звонкого, как лед, улыбок светлых, как янтарь, здоровья, как мороз в январь. Пусть этот год звездой счастливой войдет в семейный ваш уют. Со старым годом торопливо, пускай невзгоды, все уйдут. Радийно-телевизионный новогодний увеселительный выпуск новостей пора завершать. Остается только поздравить всех с наступающим Новым годом, ну и пожелать счастья, любви и самое главное – здоровья. И помните, мечты сбываются. У нас ведь сбылись, вот мы и в телевизоре. В какую камеру смотреть? Мама, привет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok